МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Даниил Добрин. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в регионе. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ливень в квартирах и подъездах. Ремонт крыши пятиэтажки обернулся потопом. Кто поможет устранить последствия? Помощь семьям, участникам СВО и многодетным. Жалобы оренбуржцев генпрокурору на особым контроле. Опасные ловушки на дорогах и пешеходных зонах. В Оренбурге общественники насчитали более десятка открытых люков. Рубли или доллары. В какой валюте россияне предпочитают хранить сбережения? Беседы с героями, обучающие программы и концерт лучших творческих коллективов. Как в Оренбурге прошел День молодежи? Оренбургские кукольники на фестивале в северной столице покажут маленького принца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильные ливни накануне бушевали в регионе. В областном центре затопило некоторые улицы. Ливневая канализация не справлялась с потоком. Синоптики говорят, виной всему мощный атлантический циклон. Дожди с градом отмечались и в соседних регионах – Челябинской и Свердловской областях. Дождевые облака относят центральную часть страны. Накануне удар непогоды ощутили на себя жители дома на улице Маломельничной в Оренбурге. Последствия ливней в жилых помещениях оценила наша съемочная группа. Солнечный и ясный день, однако жильцы этого дома не понаслышке знают, каково здесь находиться в непогоду. Дело в том, что уже вторую неделю идет капитальный ремонт крыши. В дожди очень сильно заливают квартиры. Вот это все, что можно было, какие просто никакие, все порвали, все разрезали, потому что текло. Все подручные материалы для того, чтобы остановить стихию. В квартире Маргариты Поповой многочисленные потеки на стенах и разбухший пол. В спальной комнате вода собралась в натяжном потолке. Женщина рассказывает, что накануне несколько часов приводила в порядок жилище. Но от некоторых последствий можно избавиться только с помощью серьезных вмешательств. Соседям из квартиры через стену повезло еще меньше. Здесь уже начали делать ремонт, полностью обновили спальню. Но дождевая вода испортила свежие обои и новую мебель. Теперь на каждом шагу стоят тазы, а по люстре все еще стекают капли грязной воды. Хозяева говорят, за прошедшую неделю дождь заливал здесь все три раза. Вот тут водопад был между спальней и залом. И в коридоре вообще прям был сильный водопад. У деда в спальне тоже. Помимо всего прочего, у жителей дома по-прежнему нет света. По их словам, вся проводка намокла, и теперь люди боятся короткого замыкания. Они уверены, причина затопления в том, что рабочие некачественно подготовили крышу к непогоде. Вместо того, чтобы установить скатную конструкцию и натянуть на нее пленку, они просто местами уложили полиэтилен. Он дом от воды не спас. Пострадавшие написали заявление в прокуратуру. Сейчас оно рассматривается. В фонде модернизации ЖКХ объясняют. Выполняя работу, подрядная организация действительно допустила ошибку. Данное нарушение, назовем его так, с стороны подрядной организации сейчас зафиксировано и ведется работа по будущему возмещению ущерба, опять же, за счет подрядной организации. Прогноз погоды обещают очередные дожди, но в фонде модернизации уверяют. К этому моменту крыша в доме на маломельничной 38Б будет защищена от влаги. Виолетта Широкова, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Помощь членам семей участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, обеспечения многодетных семей водой и светом. Оренбуржцы на личном приеме у генерального прокурора России рассказали о своих проблемах. Напомним, глава надзорного ведомства посетил Оренбург в конце прошлой недели. О том, с какими проблемами жители области обращались к Игорю Краснову, мы уже рассказывали в наших выпусках. Прием граждан у генпрокурора длился 4 часа. И вот на какие вопросы было поручено обратить особое внимание. Смотрите далее. Одной из первых на прием к генпрокурору попала Татьяна Лубян, жена участника специальной военной операции. В прошлом году дом, в котором жила ее семья, сгорел. И Татьяна вместе с двумя детьми осталась без крыши над головой. Целый год, пока ее муж находился на передовой, женщина с дочерью и сыном ютились у родственников. Татьяна говорит, все попытки получить помощь оказались безуспешными. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь недавно, когда домой вернулся супруг. Вот сейчас приехал по ранению, вот хоть что-то мы начали как-то двигаться, документы делать. А так вообще вот весь год ничего никак. Говорит, мы не многодетные, мы вам ничего не можем помочь. А у меня дети что, они не котят уже тоже. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечает, поддержка семей военных – важнейшая государственная задача. Мы вам, безусловно, поможем. Я вот прокурор области, вы знаете его, да? Вот прокурор области. Я ему поручаю разобраться с этим проблемой, изучить ваши доводы. И, безусловно, я убежден, что органы местной власти в ближайшее время отреагируют, и вам будет оказана надлежащая помощь. Татьяна говорит, после приема у генпрокурора появилась надежда. Все объяснили, разложили по полочкам. Встретили очень хорошо, обещали помочь. А вот Гузелия Янышева уже 10 лет вынуждена бороться за доступ к чистой воде. Ее семье, как многодетный, в 2013-м выдали земельный участок. В администрации района говорили, что к дому подведут центральное водоснабжение. Но обещания не сдержали. Вообще, они, как нам объяснили, что будет здесь обязательно вода. В 2013 году, когда давали участок, сказали, что будет и вода, будет и все будет, и свет, и газ. И теперь ничего нет до сих пор. Потеряв веру в то, что им помогут, семье Гузелии пришлось самостоятельно бурить скважину. Однако и это не спасло. Вода, признается женщина, отвратительного качества. Приходится просить друзей и родственников из соседних сел привозить цистерны с водой. Люди годами, десятилетиями ждут оснащения и газом, и водой. И это достаточно большая проблема. Ведь, по сути, они обманутые, находятся на этом земельном участке и решают те проблемы сами. За счет собственных денежных средств. Поэтому, безусловно, нужно посмотреть, как достигаются цели, в том числе по и нацпроектам. Генеральный прокурор подчеркивает, важно не просто обеспечить доступ к ресурсам, но и дать оценку работе ответственных органов. Еще одна из обратившихся – 87-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны. Кровли ее дома разрушаются, водоснабжения нет. Горячей воды, холодной воды в доме нет. Газовая плита для горячей воды. Ведро ставим. Бани нет. Баня загорела. Игорь Краснов отмечает, такое положение дел неприемлемо. Членам семьи ветеранов Великой Отечественной необходимо обеспечивать все условия для достойного проживания. Ситуация взята под особый контроль. Екатерина Яковсин, Анатолий Филатов. Новости дня. Запрещенная продукция, несчастные случаи и жуткая авария в Пономаревском районе. В субботу 24 июня рядом с селом Кирсаново погибли два человека. Еще трое пострадали. Подробности происшествий за выходные в Оренбурге в нашем обзоре. По данным главного управления МЧС по Оренбургской области, на 515-м километре трассы Оренбург-Казань в Пономаревском районе, автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. В результате аварии на месте погибли двое. Еще три человека пострадали. В их числе два ребенка. Травмированных доставили в районную больницу. Как стало известно позже, вертолет санавиации транспортировал несовершеннолетних в центр детской хирургии Оренбурга. По данным регионального министерства здравоохранения, их состояние оценивается врачами как средней тяжести. Доследственная проверка смертельного ДТП под личным контролем районного прокурора. Устанавливаются все обстоятельства. В Илекском районе загорелся автомобиль УАЗ. Об этом сообщает ОМВД по Оренбургской области. Происшествие случилось в 9 километрах от населенного пункта Илек. Обошлось без жертв. Однако транспортное средство, судя по его состоянию, вряд ли удастся теперь восстановить. Предварительно установлено, что произошло замыкание электрооборудования. В Новотроицке погиб 43-летний пешеход. По данным полиции, 23 июня около 11 часов вечера 28-летний водитель иномарки сбил 43-летнего пешехода. Известно, что мужчина находился на проезжей части, но не собирался ее переходить. Пострадавшего с травмами госпитализировали в городскую больницу Орска, но он скончался в реанимации. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии. В Орске мать и сын хранили 67 тысяч пачек безакцизных сигарет на сумму почти 8 миллионов рублей. По версии полиции, местные жители закупили крупную партию нелегального товара и оптом продавали только в проверенные места. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается. В Оренбурге обнаружили смертельно опасный сидор. От него погибли 36 россиян и еще свыше сотни людей по всей стране пострадали. Один оренбургский предприниматель закупил алкоголь на заводе в Самарской области. Как только мужчина узнал, что именно из-за этого напитка стали умирать люди, он самостоятельно изъял его из своих магазинов и уничтожил. Только за этот год полицейские изъяли из незаконного оборота более 40 тысяч литров контрафактного алкоголя на сумму свыше 10 миллионов рублей. Диана Кузимбаева, Егор Катаев. Новости дня. Мы продолжаем. Ловушки для водителей и пешеходов. В Оренбурге все чаще можно встретить люки без крышек. Опасные участки расположены как на проезжей, так и на пешеходной частях дороги. К слову, некоторые из них никак не огорожены. Улица Уральская, центр Оренбурга. Но сегодня она привлекает внимание отнюдь не своим расположением, а торчащим посреди проезжей части сухостоем, перевязанным сигнальной лентой. Таким образом, автовладельцы обозначили открытый люк. Помимо уральской, подобных ловушек в Оренбурге как минимум 17. Такие цифры приводят представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Например, открытый люк есть около специальной школы номер 13 и среднеобщепризывательной школы номер 40. Или, например, на улице Яицкой 33 в темное время суток можно не заметить открытый люк и действительно туда провалиться. Еще один участок на улице Колесной, рядом с Оренбургским госуниверситетом. Судя по количеству мусора в открытом люке, проблема существует не один месяц, а, возможно, и год. Сотрудники областного молодежного крыла ОНФ после ежегодного мониторинга дорог и пешеходных зон Оренбурга написали обращение к главе города. Они попросили принять меры по ликвидации открытых люков. Ответ на запрос в региональный народный фронт пришел несколько дней назад. В нем сообщается, что в настоящее время администрации города проводится аукцион по закупке полимерных решеток. К концу текущего года все опасные зоны будут ликвидированы. А пока оренбургцам стоит быть внимательными, чтобы не попасть в опасные ловушки. В эфире Республики Башкортостан проходит 10-й форум регионов России и Белоруссии. В событии принимает участие председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. В рамках форума состоится открытие выставки достижений народного хозяйства регионов обеих стран союзного государства. Пройдут тематические секции по вопросам межрегионального и экономического сотрудничества. Главные задачи форума – укрепление межпарламентских, торговых, экономических, научно-образовательных, культурных связей Республики Беларусь и Российской Федерации. Расширение деловых контактов. Сейчас ненадолго прервемся и вот о каких темах расскажем во второй части выпуска. Не переключайтесь. Рубли или доллары – в какой валюте россияне предпочитают хранить сбережения? Беседы с героями, обучающие программы и концерт лучших творческих коллективов – как в Оренбурге прошел День молодежи. Оренбургские кукольники на фестивале в северной столице покажут маленького принца. Это новости дня, мы продолжаем. Женщина за накопление в рублях, мужчина в долларах. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Суперджоп. Исследования провели почти в 400 российских городах. Шесть из десяти россиян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Жители страны убеждены – доверие к доллару и евро падает. Готовы хранить накопленное в американской валюте 37% опрошенных, в европейской – 30%. Причем чаще всего это представители возрастной категории до 35 лет. Больше всего доверие к нашему рублю высказывают люди старшего поколения – 62%. Если сравнивать с прошлым годом, то число приверженцев рубля стало больше. Это плюс 13 пунктов. А число убежденных в стабильности доллара и евро практически не изменилось. Называя лучшую валюту для хранения сбережений, за рубль чаще голосуют женщины, за доллары – мужчины. Всеобщая беда, о которой стоит знать. 26 июня во всем мире отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением, наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Эта тема неоднократно поднималась в программах на ОРТ. Ситуацию с распространением наркотиков в Оренбурге в программе «Тема дня» характеризовал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Оренбургской области Роман Одинцов. Он подчеркнул, не существует разделения на легкие и тяжелые наркотики. Любые вещества, изменяющие сознание, вызывают привыкание и ведут к непоправимым последствиям. Неконтролируемая зависимость приводит к тому, что человек теряет моральный облик. Он становится готовым на все ради очередной порции запрещенных веществ. Кроме того, употребление наркотиков может привести и к гибели. Регулярно случаются случаи отравления. В прошлом году около 60 человек по нашей области закончили свою историю с наркотиками летальным исходом. Если зависимость уже сформирована, необходимо срочно обратиться за врачебной помощью в наркодиспансер. Только медики могут помочь избавиться от болезни. Кроме того, Роман Одинцов сделал акцент на том, что необходимо постоянно общаться со своими близкими и рассказывать о последствиях приема и распространения наркотических веществ. Он уточнил, также желание легких денег может испортить всю оставшуюся жизнь. Наказание за сбыт наркотиков сурово. От четырех лет строгого режима. Умные, яркие и целеустремленные. В Оренбурге отметили День молодежи. В честь праздника была организована насыщенная образовательная и концертная программы. Наша съемочная группа погрузилась в атмосферу события. Чем сегодня живут молодые, узнала Елена Еремина. На празднике молодежь со всей области. Сегодня здесь работают десятки площадок. Они посвящены трудоустройству, волонтерству и патриотическому воспитанию. Все для того, чтобы каждый мог найти свое и, конечно же, определить путь дальнейшего развития. На встречу Родине, на встречу знаниям. В рамках проекта «Служение. Твой герой» участники специальной военной операции рассказывают, с кого брали пример. Всегда меня восхищали наши отцы, деды. У нас преподаватель по УБЖ был. Он очень такой хороший был. Всегда учил нас любить свою Родину. Услышать истории бойцов ценно, делятся участники встречи. Ведь сегодня они пример настоящих героев. Люди, молодые ребята должны знать своих героев в лицо. Потому что это большая честь. Также те же юнормейцы, они должны понимать, что происходит. О финансовой грамотности говорят на площадке, на встречу креативу, на встречу новому. Конечно же, до молодежи хотят донести, каким образом тратить деньги и приумножать. И, конечно же, как накопить на свою мечту. Педагог начальных классов из Самарской области Любовь Банникова – одна из тех, кто уже начал копить на свою мечту. Уверена, советы, как выбрать приоритеты, точно пригодятся. Работаю и планирую поехать в отпуск. И, конечно, мне кажется, многие копят на отпуск. И вот моя мечта. Главное – поставить цель и идти к ней. В центре внимания – молодежные места отдыха и туристические маршруты в Оренбургской области. Ребятам презентуют национальный маршрут «Горизонт открытий». В Оренбуржье десятки мест, которые не оставят равнодушными. Можно увидеть легендарное золото сарматов и погрузиться в атмосферу Оренбурга-Купеческого. Понаблюдать за лошадьми Пржевальского в степи. Рассказали о том, что можно молодежи посетить в Оренбуржье, в нашем прекрасном регионе. Пытались заинтересовать, чтобы молодежь путешествовать по Оренбуржью. Между образовательными треками творческие номера оренбургских коллективов. И музыкальные, и танцевальные постановки заряжают энергией. На месте работает и большая команда медиахоудинга «Планета». А завершается масштабный праздник концертом. Ведь только с отличным настроением можно уверенно смотреть в будущее и ставить большие цели. Елена Еремина, Георгий Бурлузский. Новости дня. Оренбуржский театр «Кукол» принимает участие в международном фестивале кукольных театров «Кук-арт», который проходит в Санкт-Петербурге. На суд публики и жюри будет представлен спектакль «Маленький принц». Постановка вошла в репертуар театра в текущем 88-м театральном сезоне. Но уже завоевала зрительскую любовь. Постановка приурочена к столетнему юбилею главного режиссера областного театра «Кукол» Романа Ренце, который руководил театром в 60-х годах прошлого столетия. Именно он поставил спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзопери на подмостках театра «Кукол». Известно, что спектакль имел большой и продолжительный успех у публики и получил высокую оценку профессионального сообщества. Именно с этого спектакля и началось успешное шествие сказки по многим театральным площадкам страны. В этом году фестиваль в Северной столице отмечает свое 30-летие. Юбилейная программа объединит театральные проекты участников фестиваля из Израиля, Ирана, Китая, Казахстана, Еревана, Белоруссии, ЛНР и ДНР. Принимает участие театры из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Сургута. Оренбургский театр «Кукол» в шестой раз участвует в престижном международном смотре. И добавим, сразу по возвращении в Оренбург кукольники проведут благотворительный показ спектакля «Маленький принц», чтобы собрать денежные средства и поддержать жителей города Шебеки на Белгородской области, попавших под обстрелы и лишившихся крова. Спектакль состоится 2 июля. О спорте. Медали «Невской волны» на крупном турнире по подводному плаванию в Санкт-Петербурге успешно выступили спортсмены Оренбуржья. В прошлом году Питерский центр водных видов спорта «Невская волна» провел турнир в международном статусе. Посоревноваться с россиянами прибыли пловцы-подводники из Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Индонезии. Пробовали свои силы в различных дисциплинах этого технического вида спорта. В Оренбуржье подводное плавание достойно представляет Восток области. Арчанин и ватрайчане не раз становились победителями и призерами как российских, так и международных турниров. В этот раз свой авторитет подтвердил многократно чемпион страны, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Алексей Федькин, выиграв три золотые и одну бронзовую медаль. В классических ластах ему не было равных на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Это что касается международной программы. Влеснули арчане и на всероссийских стартах. Ольга Фомина завоевала золотую и серебряную награды. Серебровым мужчин добыл Владислав Бутеров. А Анжела Падалко, Егор Криворучко и Данила Иганшин попали в призы среди юниоров. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. Активное солнце, слабый ветер и небольшая облачность. Так можно описать погоду на предстоящей неделе. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Оренбургской области возможны грозы. Температура воздуха днем во вторник, 27 июня, будет варьироваться по региону от 20 до 22 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, а солнце на протяжении дня будет периодически скрываться за облаками. Однако летний зной вновь вернется. Ветер стихнет и воздух с каждым днем будет становиться все теплее. До конца этого месяца, до конца июня, погоду области будет формировать скандинавский антициклон, который уже во вторник придет на смену уходящему за Урал циклоническому вихрю. Комфортная летняя погода установится уже ближе к среде. Средняя температура по области плюс 23, плюс 25 градусов. В будние дни дождей практически не будет, лишь небольшая морось ожидается в западных районах региона. Однако уже с субботы, 1 июля, на смену антициклону придет циклонический вихрь, который будет плавно перемещаться на юго-восток. Потому дожди пройдут почти по всей территории Оренбуржья. Местами возможны игрозы. Ветер западной четверти будет постепенно усиливаться и к выходным заметно похолодает до плюс 20, плюс 21 градуса. Ночью же столбики термометров и вовсе опустятся до плюс 9, плюс 14 градусов. На этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте. урттв.ру Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Ну, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова